Собираясь перед началом акции «Неделя доброты и щедрости» на Координационный совет, представители общественных организаций, администрации района и волонтеры не ожидали, что она получит большой общественный резонанс. В ходе акции адресная помощь была оказана более 900 жителям, нуждающимся Ленинского района. В этом году результаты перекрыли в шесть раз прошлогодние. Собрано около двух тонн продуктов питания, предметов первой необходимости. Помимо этого, многие организации устроили дни открытых дверей. Например, в спортивно-оздоровительный центр «Дельфин» были приглашены пожилые люди, члены общества инвалидов и их опекуны. Стоит отметить, что бассейн уже давно осуществляет поддержку жителей района с ограниченными возможностями здоровья. Мы пригласили людей пожилого возраста, детей с ограниченными возможностями, проводим мероприятия в виде зарядки. Предприниматели, которые входят в состав торгово-промышленной палаты Ленинского района, передали представителю общественной организации многодетных семей «Наше будущее» несколько наборов детского постельного белья, игрушки и продукты. Мы всем помогаем, кому можем, детям и возможности, конечно, стараемся помогать. Если еще будут какие-то акции, мы с удовольствием в них поучаствуем. Сотрудники одной из стоматологических клиник города Видное подготовили для членов общества инвалидов Ленинского района около 200 наборов для ухода за полостью рта. Туда вошли зубная щетка и паста. Наборы рассчитаны для взрослых и детей. В этом году активное участие в проведении акции «Неделя доброты и щедрости» приняли представители бизнес-сообщества Ленинского района. Вы знаете, более 30 организаций и индивидуальных предпринимателей. Но и очень большую адресную помощь нуждающимся благополучателям оказали представители торгово-промышленной палаты Ленинского района. В рамках «Недели доброты и щедрости» салон красоты «Марафет» открыл двери для особенных детей, их мам и бабушек. Для них сотрудники салона совершенно бесплатно творили чудеса. Придумывали новые образы, красили, стригли, укладывали и всячески креативили. Хотим подарить частичку своего сердца этим детям. Нам очень приятно было принять участие. Представители торгово-промышленной палаты посетили ассоциацию военнослужащих, уволенных в запас и отставку «Перспектива», чтобы оказать адресную помощь одному из членов организации. Они подарили современную инвалидную коляску на электроприводе и еще ряд нужных вещей. Предприниматели района, которых на сегодняшний момент объединяет торгово-промышленная палата, они, в общем-то, социально активны в этом плане и готовы откликнуться на любую помощь, которая требуется тем людям, которые им необходимы. Навестили предпринимателей и Ленинское отделение общества инвалидов. Для его участников они также подготовили самые разнообразные подарки – медицинские принадлежности, средства гигиены, лекарственные препараты. То, что делает государство, не всегда достаточно. Поэтому, когда находятся люди, готовые что-то взять от себя и дать другому, это очень приятно. В нынешнем году «Неделя доброты и щедрости» из благотворительной акции переросла в своеобразное культурное событие. Подтверждение тому – мастер-классы, организованные для детей с ограниченными возможностями здоровья во второй видновской школе. Здесь замечательный коллектив, замечательные традиции. Здесь учились и учатся дети-инвалиды, которые состоят в нашей организации. И они не чувствуют себя особенными, иными. Они такие, как все. Акция «Щедрая корзина», которая проходила в рамках «Недели доброты и щедрости», позволила собрать для нуждающихся людей продукты и товары первой необходимости – игрушки и предметы личной гигиены. Фруктовные наборы для нуждающихся предоставили члены национальной культурной автономии Азербайджана. Свою лепту внесли и представители землячества пакистанцев Ленинского района. В этом проекте, по сбору этих продуктов, участвовали все члены национальной культурной автономии азербайджанцев Ленинского района. Здесь каждый от души что-то проносил. Здесь наши друзья пакистанцы тоже участвовали в этом проекте. Все эти дни жители Ленинского района собирали в щедрую корзину кто сколько мог. Свой вклад в доброе дело внесли сотрудники и воспитанники детского сада «Родничок». Кроме продуктов питания, в том числе для детей, ребята принесли игрушки, пластилин, настольные игры. Из средств массовой информации мы узнали о том, что в Ленинском районе проходит такая замечательная акция «Неделя доброты и щедрости». И сотрудники, воспитатели, педагоги и дети нашего детского сада с удовольствием решили принять участие в этой замечательной акции. «Неделя доброты и щедрости» закончилась, но такие понятия, как доброта и щедрость, не имеют единиц измерения, как и не имеют ни начала, ни конца. Глобальная общественная благотворительная инициатива достигла поставленной цели, запущенной эстафеты добра, милосердия, желания и потребности помочь другому человеку. Впереди у нас ведь будет еще проходить благотворительная акция подарки для детей инвалидов к Новому году. Особенно радует то, что жители Ленинского района всегда готовы оказать помощь тем, кому она необходима. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.